Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Жители более 60 тысяч домов на севере Англии остались без света или столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии из-за последствий шторма Лилиан. Об этом информировала энерго-распределительная компания Northern Power Grid. По ее информации, шторм обрушился на регионы Юго-Восточная Англия, а также Йоркшир и Хамбер. Железнодорожный оператор Northern Rail информировал о том, что шторм повлиял и на расписание поездов в Литсе, Ливерпуле, Манчестере, Уигоне и Шеффилде. На всем протяжении маршрута движение осуществлялось с перебоями. Авиакомпания British Airways отменила 14 рейсов из Лондона. Из-за непогоды река Темза в Лондоне вышла из берегов. Несколько кварталов столицы Британии уже несколько суток остаются потопленными. В Сочи вчера прошел шторм. Поднявшийся сильный ветер на пляжах выворачивал пляжные зонты, а также поднял воздух утварь в уличном кафе. Все пляжи были закрыты, в аэропорту задержали более 10 рейсов. 20 самолетов, которые не смогли сесть из-за непогоды, ушли на запасные аэропорты в Минводах, Грозном, Владикавказе, Элисте, Махачкале и Ставрополе. За сутки более 100 тонн воды слита авиацией МЧС России на пожары в Якутии. На территории Республики действует 52 природных пожара на общей площади свыше 382 тысяч гектаров. Было ликвидировано 12 пожаров на площади 38 тысяч. Еще 9 пожаров локализованы на 19 с половиной тысяч гектаров. Шесть природных пожаров вблизи населенных пунктов находятся на особом контроле. Над тушением работают 1365 специалистов и 115 единиц техники. Продолжается тушение пожара и в Карачаево-Черкесии. В Ганачхирском ущелье вертолетка 32 проводит точечные сбросы по гребню склона. Всего огнем пройдено 263 гектара. На площади 15 гектаров наблюдается активное горение. Сейчас пожар в Ганачхирском ущелье локализован. На месте работают 101 специалист и 24 единицы техники. Во французском департаменте Тарн вчера прошел шторм, сопровождающийся сильным ветром и градом. Особенно сильно пострадали от непогоды города Альби и Гаяк. Там ветром повредило крыши и поломало деревья. Крупный град побил сады и автомобили жителей. Субтитры создавал DimaTorzok Лесные пожары в Бразилии продолжают охватывать все большие территории, выжигая населенные пункты и заставляя эвакуироваться жителей крупных городов. Два человека стали жертвами природных пожаров в бразильском штате Сан-Паулу. Огонь угрожает 30 городам, сообщают власти штата. Распространению пожаров способствует сухая и жаркая погода. В последние дни от огня пострадали Риби-Ран-Прету, Убаран, Умуарами, Жаботикабаль и Сертаназиния. Дым от лесных пожаров проникает даже в пролетающие над Бразилией самолеты. Субтитры создавал DimaTorzok Стихия нанесла урон не только югу, но и северу Таиланда. Проливные дожди, накрывшие практически весь Таиланд, в северных провинциях привели к сильному наводнению и оползням. Пострадали сразу несколько провинций, такие как Пхая, Нан, Чанграй и Пхре, что нанесло масштабный ущерб домам и сельскохозяйственным угодьям. Субтитры создавал DimaTorzok В районе Сьерра-Невада в Калифорнии прошел снегопад. Участок межштатного шоссе 80 возле ресторана Dana Summit оказался в самом эпицентре. Индия продолжает бороться с сильными наводнениями. Очередное из них прошло в Джалоре, в штате Раджастхан. Под водой находятся целые районы, некоторые из них полностью отрезаны от дорожного сообщения. Отдельные улицы превратились в бурные реки, форсировать которые зачастую становятся слишком опасно. Власти проводят эвакуацию пострадавшего населения, им предоставляется вся необходимая помощь. В священном исламском городе Медина уже несколько суток продолжается штормовой ветер с ливнями. И все это на фоне температуры, достигающей плюс 42-45 градусов. Вчера также пострадал от наводнений город Махт-эль-Дахаб. Хлынувшие потоки воды перекрыли автодорогу, некоторые ее участки оказались размыты. Обвал горной породы произошел в районе Хамис-Аль-Бахра. Во время тушения природных пожаров в американском штате Вайоминг образовались два огненных смерча. Катастрофическое наводнение полностью перекрыло дороги к водопадам Супой и Хавасупай в Аризоне, в результате чего сотни туристов оказались в западне. Губернатор Хоббс задействовал Национальную гвардию для оказания помощи. Экологическая катастрофа произошла на побережье Мексики. Пляжи провинции Табаско оказались покрыты нефтью. Проводится расследование причин загрязнения. По предварительной причине произошла авария при добыче нефти в Мексиканском заливе. В Дагестане местный житель услышал, как из канавы скулит собака. Сильное течение едва не унесло бедолагу. За помощью мужчина обратился к сотрудникам МЧС России. Специалист ведомства Юнус Идрисов спустился вниз и вызволил животное. На видео попал момент, как огромный кусок льда откалывается от ледника и взмывает вверх, выталкиваемый водой. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Продолжение следует...